По легенде учений террористы устроили взрыв на трибунах во время матча, подожгли бар и взяли в заложники 20 человек и охраняемую вип-персону. Кстати, чтобы максимально добиться эффекта реальности, точное время начала учений держали в секрете. Фанатов на пострадавших от взрыва трибунах изображали более тысячи студентов Донецкого юридического института и 300 стюартов Донбасс-арены. И сразу же после взрыва началась их эвакуация с четырех секторов, находящихся на разных уровнях стадиона. На трибунах стадиона находятся у нас 30 человек наряда, по парам, которые, соответственно, есть у них определенное вооружение свое, в сумках. А также этот сам они занимаются, изучают ситуацию и расстановку средств пожаротушения на стадионе и работают с этими средствами пожаротушения. Кроме этого, за пределами стадиона у нас приходится 5-1 степени. Также, по легенде учений, во время матча между двумя европейскими сборными на арене террористы захватывают заложников в серебряном ресторане стадиона. Захватчики выдвигают властям свои требования. Это станет стартовой точкой для принятия решения проведения антитеррористической операции, так как в этом ресторане захвачена делегация одной из европейских стран, в том числе с охраняемым лицом. В тренировках спецслужб задействованы представители МЧС, МВД, СБУ, Донецкого погранотряда, Горсовета, Городского управления здравоохранения, а также сотрудники Донбасс-арены. Кроме этого, по задному мучению, у нас при панике, которая возникла, на лестничной клетке, которая расположена рядом с серебряным валем, произошла давка, и там погибает по задному 5 человек, и около 25-30 человек получают травмы различной степени. Личный состав МЧС также выполняет задачи по эвакуации пострадавших из данной лестничной клетки. Когда улеглись эмоции первых таких крупномасштабных учений на Донбасс-арене, своими впечатлениями поделился начальник службы безопасности стадиона Сергей Бургела. Он отметил, что это была необходимая для всех подразделений арены тренировка. Эти учения помогли увидеть болевые точки на случай возникновения такой ситуации. Также Сергей Бургела подчеркнул, что в дальнейшем по плану предстоят ежеквартальные учения такого масштаба с привлечением всех служб, отвечающих за безопасность проведения матчей. Наталья Шевченко, Виталий Чехмакин, Первый муниципальный.